Секцию боевых искусств Рустам Карашашев организовал в 2015 году. Набрал детей. Некоторым из них в тот момент было 6 лет. Руководство Верхчетинской школы выделило помещение, которое тренер вместе с родителями оборудовал на собственные средства. Занятия с детьми для сотрудника Росгвардии – хобби. Сейчас на тренировки ходят 15 человек. Это те, кто начали заниматься изначально. Никто из детей секцию не покинул. Я сам занимался спортом и в какой-то момент настала такая пора, что приобретенный опыт его необходимо уже передавать. Плюс ко всему, ну это знаете, как когда, если душа лежит, к этому надо это делать. Основной акцент у нас, конечно, на кикбоксинг. Но мы стараемся не узкими вратами ходить, а более широко, не так туннельно, а более широко подходить к этому вопросу. Почему? Потому что если по одному и тому же мы в виду спорта выступаем, турниров не так много будет. Пробуем в других. Кому-то у нас больше, вот есть ребята, им бокс больше нравится, кому-то тайский бокс нравится. Кто-то у нас себя пробовал в панкратионе, допустим. Тренер старается чаще вывозить детей на соревнования. Во время зимних каникул ребята приняли участие в открытом чемпионате Кыргызстана. Оттуда они привезли две награды, в том числе самую престижную на сегодняшний день в копилке секции – чемпионский пояс. Его завоевал Алексей Сараев. У меня сначала сестра пошла, ну я посмотрел, мне понравилось, я тоже захотел. Мы много в каких города ездим. В Красноярск, Новосибирск, Иркутск и много других городов. Сестре Алексея Соне 8 лет. Она не боится боли и тренируется наравне с мальчишками. У меня папа раньше занимался боксом, я тоже пошла. Ну что тебе больше здесь нравится? Ну что можно бить ногами, а не как по боксу. У каждого из ребят уже сейчас много наград и сколько их еще будет. Юные спортсмены не расслабляются, да и тренер не дает такой возможности. После каждого занятия обязательно дается домашнее задание. При этом тренировки никто не пропускает. Дисциплина – один из главных залогов успеха. Екатерина Станиславская, Анатолий Тюльнев, Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok